Самая большая проблема это была, когда я посмотрел отчет Семена Анатольевича, после чего я согласился все-таки на должность директора, где было описано так, что не все так плохо, как говорится везде. На самом деле было еще хуже, когда я пришел, то есть столкнулся с долгами в 11 миллионов. Алексей Григоренко встал к рулю организации, когда она переживала непростые времена. Отчет проверки контрольно-счетной палаты он воспринял хорошо, в чем-то даже с благодарностью. Мне, наверное, как руководителю было приятно читать отчет КСП, в плане того, что по деятельности в мой период замечаний не так много. Да, это замечания, которые хорошие, которым нужно прислушаться где-то, что-то, может быть, мы неправильно делали. Опыта работы у меня в такой сфере, наверное, не очень много. В наследство от прошлых руководителей достались миллионные долги за тепло, воду, электричество, по всяким договорам и перед разными подрядчиками. Плюс по зарплате тогда задолженность была около 350 тысяч. На тот момент я, наверное, месяца два ходил по судебным приставам, по прокуратурам. Со всеми пытались договориться, решить какие-то вопросы. Но к концу ноября, в начале декабря мы задолженность по зарплате закрыли полностью. Перенялись дальше договариваться и с теплоэнергией, с другими поставщиками. С одними контрагентами, которым суды проиграли, пытаются искать компромиссы, варианты от срочки выплат, чтобы не дошло до полной заморозки счетов судебными приставами. Ведь 2 миллиона по неисполненным договорам вернуть непросто, но надо. А вот перед ресурсоснабжающими организациями на данный момент не растут долги. Более того, медленно, но верно сокращаются. За счет денег, отсуженных у еще одних контрагентов, например, гасится долг за тепло. На сегодняшний день долг сократился до 7 миллионов. С 11, когда я пришел, до 7 миллионов, то есть 4 миллиона мы погасили. Перед теплоэнергией с 6,5 миллионов мы сократили долг до 5 миллионов. Это все зависит от платежеспособности нашего главного арендатора, кто арендует производство. То есть, если у нас есть возможность заплатить больше, мы стараемся заплатить наперед, чтобы не было отключений. Также мы попросили прокомментировать нынешнего директора пункт из отчета КСП о неправомерном начислении себе оклада и надбавки. У меня там была ошибка бухгалтера 10 тысяч рублей. Сколько там, это было один раз, по-моему, в октябре или в ноябре. Ну, видимо, бухгалтер как-то неправильно переломил. Ее уже вычли, то есть мы написали, даже предоставили документы, что ее вычли. То есть, ну, это ошибка бухгалтера. Своими глазами посмотрели на оргтехнику, к которой у КСП возникли вопросы по сохранности, комплектации и использованию. Большая часть сосредоточена в одном кабинете. Что-то в коробках, что-то без упаковки. Имущество это хоть и передано бизнес-инкубатору, но его главный собственник – учредитель, то есть администрация города. Но ответственны все равно обе стороны. Инвентаризация была проведена с представителями городской администрации и специалистами отделов. Прямо поштучно все считали, все смотрели. Единственное, да, мы не смотрели комплектацию тех же системных блоков, где потом, как выяснилось, нет блока питания, нет, допустим, там жесткого диска, нет там еще чего-нибудь. То есть, они раскомплектованы. Алексей Григоренко считает, что факсы сейчас в малом бизнесе не особо нужны и был бы рад, если учредитель их заберет. А в отношении компьютерной техники допускает, что за годы работы организации какие-то запчасти с неиспользуемых системников могли устанавливаться на те, которые в бизнес-инкубаторе были задействованы и нуждались в усовершенствовании и повышении работоспособности. Так как еще на момент приобретения компьютеры, по мнению директора, были невысокой производительности. В общем, разбираться еще надо. Обсудили нарушения в области кассовых и некоторых финансовых операций, когда выручка бизнес-инкубатора от проведенных ярмарок в отчетах не появлялась. То, что касается ярмарок, где есть, допустим, отчет по ярмарке, но деньги не сданы в кассу, это период Романова Олега Андреевича. И, ну, вот как я могу пояснить, да, почему так не сделали? Человек мне говорит, ну, я же не потратил их как бы налево, там, не в карман положил, вот где-то заплатил за электричество. Это еще что-то, не хочу сказать, там, нехорошо, да, неплохо. То есть, ну, это, наверное, предыдущий год, и пускай учредитель с этим как-то разбирается, разбирается с этим там правоохранительным органом. И еще по ряду нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой, нынешний руководитель организации комментарий дать не смог, потому что в годы, когда эти самые нарушения происходили, не имел отношения к бизнес-инкубатору. Зато предоставил нам документ с ответами на отчет проверки, который отправился заодно и в городскую думу. С ним телезрители смогут ознакомиться в нашей группе ВКонтакте рядом с этим материалом. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ.